Вот наконец настался час, когда я здесь и вижу вас, едва надеясь на взаимность. То есть тот час мсти ужасный пробил. И я сейчас вам поведаю, в чём он будет запрещаться. Рахизюс, говорят немцы. Прелесть. Дело в том, что я сколько раз вас предупреждал, дорогие мои, что не надо от меня требовать блестящих картинок хрустящего льда, великолепного цвета коньяк. Но вы не слушали меня. Вам не интересно. И поэтому я решил... Сегодня это мстю сделать. Я приехал утром сюда, в студию, и сделал вот такую картинку. И как вы видите, она перфекта. То есть в ней нет изъянов. А в чём здесь заключается месть? А в том, дорогие друзья, что я не скажу, как я её сделал. Что? Расстроились? Так. Рахизюс. Месть сладкая, говорят немцы. Ну, честно говоря, я бы не был я, если бы я всё не разболтал. Естественно, я пришёл с мыслью сделать что-то такое красивое-прекрасивое. И всё-таки вам показать, как это делается. Насчёт вот этого эквизита я сейчас расскажу. Дело в том, что у меня появилась идея сделать, вы знаете, такую тёплую вечернюю картинку. Как бы вот представить себе, что сидит какой-то бизнесмен после уже тяжёлого дня у себя в библиотеке. Так это припевает виски, припевает, покуривает сигару, пылает огонь в камине. И ему хорошо. Наконец он не видит этих тупых работников своих. Эх, это секретарь, что надоедлю, хотя она так и ничья вообще. Ну, короче говоря, именно вот эту атмосферу я захотел создать. И, как всегда, я хотел обойтись, ну, минимум, скажем, минимум. Хотя, видя эту картинку, можно подумать, что тут сумасшедшее количество всяких разных наворотов. Нет, вы сейчас убедитесь в этом. Теперь к реквизиту. Значит, да, действительно, я купил специальную пепельницу для этого. Тут я заклеил, чтобы не было больших отражений. Ну, я не курю уже 20 лет, не курю, и мне немножко нехорошо после этого представления, но я справлюсь. Теперь, то, что я припеваю, ребята. Это, конечно, не коньяк, но и не чай. Это амарета. Впервые появившийся в 90-х годах. А купил я его только потому, что он очень похожий и дешевле, чем коньяк. Но цвет, тягучесть вот эта вот такая, маслянистость, все присутствует. Ну, и лед, естественно, искусственный. Так, и сегодня воскресенье. Я могу себе подворить, позволить пару глотков амарета. Я все-таки за рулем. Но у нас в Германии пока еще 0,3 мили. Про мили в крови можно ездить, если не совершил там аварию. То есть, поэтому я так это маленько пригубляю вам на зависть, себе на удовольствие. Итак, именно вот эту картинку мы сейчас с вами вместе и создаем. И вы убедитесь в том, что это действительно возможно. И вы убедитесь в том, что те знания, которые вы получили вот спустя 2 недели, буквально мы с вами, или 3 недели, что их вполне достаточно. И двух вспышек достаточно, чтобы создать вот такую картинку, которую не стыдно будет повесить и в офисе, или у себя там в комнате, в гостевой. И говорить, вот так я умею фотографировать. Или же даже отправить на какой-нибудь сток. Ну, естественно, немножко изменив тут, я не знаю, бутылку поставить или еще что-нибудь. Но принцип остается. Принцип остается. Так, это я сказал, это я сказал. Ну, естественно, я исходники вам отдам для тренировки, потому что фотошоп тоже будет без фотошоп. Это немыслимо почти, почти. Так, о чем мы сидим? Давайте работать, давайте работать! Итак, дорогие друзья, как обещал. Вот на сет стоит виски, бокал. Пришлось новый купить, старый разбил. Там находится искусственный лед. Не хотел возиться. Здесь сигара. Тоже специально купил. И такая большая квадратная пепельница. Это что относится к антуражу? Две доски и третье пришлось подставить. Не хватало места. И вот это придется в фотошопе дорабатывать, конечно. Хотя, если бы третью досточку сюда, было бы прекрасно. Надо озаботиться. Так, здесь вы видите черное стекло. Если не видите, то слышите. И бизин тот же самый. И поджигалка. И еще одна поджигалка. Так, это мне нужно будет для сигары. Так, теперь. Самый главный источник света это вот этот. Здесь стоит 1.224. Основной свет. Он бьет прямо вот сюда. Сейчас продемонстрирую. И получается вот такая картинка. То есть, то, о чем я говорил. Вечерняя лампа. Здесь просвечивается немножечко. Еще не до конца. Виски. Оно же. Вот такую картинку мы получили. То есть, как я хотел. Здесь такой оранжевый круг. Высвечивается виски. Ака Амарета. Пепельница. Все хорошо. И видно эти доски. Сюда я поставил два фильтра. Оп. Один даже вылетел. Ну, тем лучше вам показать, что это все правда. То есть, помните, да, что это вот из тех самых папочек скоросшивателей, которые играют очень хорошие. Почему два? Потому что я хочу оранжевый. Желтый с красным дают оранжевый. И я хочу оранжевый. Так. Следующий. Вот тут у меня стоит слейф. И я хочу на... Сделать голубой свет здесь. То есть, здесь у меня тоже. Для того, чтобы лучше осветилось, я поставлю вот такой большой отражатель в виде пенопласта. Тогда наша... Это... Пепельница подсветится чуть-чуть, немножко лучше. Почти незаметно, но лучше. Итак. Фотографирую. Получаем вот такую фотографию. Обратите внимание, как заиграло сразу это голубым, белым. Наша перекликается теперь с фоном. А это так и осталось оранжевым. Так. Ну, а теперь мы должны действовать очень быстро. То есть, наливаем бензину. Вот так. Раскочегариваем. Нашу сигару. Так. Дым пошел. Хорошо. Смотрим. Дым пошел. Поджигаем. И бежим фотографировать. Раз. И два. Ну, прекрасно. Ну, вот. Мы получили, что мы хотели. Итак. Вот картинки, которые мы с вами получили сейчас. Первая. Вторая. Третья. И, казалось бы, все нормально. Но, понимаете, дело в том, что я заметил, что сигара дает самый лучший дым. Такой вертикальный, красивый. Когда у нее заточена вот эта вот часть, а когда она уже немножечко прокурилась, скажем так, то уже дым как бы не тот. Поэтому я сейчас возьму две фотографии. Вот с огнем вот эту фотографию возьму. И с дымом возьму фотографию по отдельности. И соединю их в фотошопе, чтобы у нас уже была, ну, просто идеальная картинка с хрустящим льдом, с этим, с коньяком и так далее. И я это тоже от вас утаивать не буду. Я покажу, как это делается. И исходники вы тоже сможете взять, как всегда. На этом мы с вами закончим. В конце концов воскресенье я могу отдыхать или нет? На самом деле мне это в радость. Вам что-то показать, себе чему-то новому научиться. И мы с вами дальше будем продолжать делать с нами, делать как мы и делать лучше нас. Так, открываем фотошоп. И первым делом закроем, вернее откроем вот эти два файла. Открываем. Так, и делаем их без изменений. Открываем без изменений сначала. Вот эти два. Отлично. Где второй? Я не отметил. Поэтому он как бы не вышел, открыть изображение. Отлично. Теперь, опять же, пойдем откроем файл этот. Вот этот. Скажем ему, давай-ка мы, дружок, возьмем с тобой вот эту кисточку. Так, ее чуть-чуть размер увеличим. Вот так. И, скажем так, начнем тут потихонечку экспонировать. Наждуем. Начнем экспонировать. Вот так. Теперь, чуть-чуть поменьше и пройдем уже по самой сигаре. Ну, вот так, добавили, хорошо. Вот это откроем изображение, отлично. Это то, что нам нужно. Прекрасно. Следующее. Теперь, в общем-то, когда мы это сделали, этим довольны, то дальше мы, пожалуй, можем закрыть уже этот, но нам не понадобится. А вот этот, это, да, мы его сейчас откроем. Контур. А. Контур. С. И пойдем вот сюда. И вот так зайдем сюда. Вот так. Теперь непрозрачно совмеличим. Соединим эти два вместе. Именно вот так. Так. Непрозрачно совмеличиваем. Все. И теперь вырезаем так, как нам нужно. Сначала я бы хотел вот эти два файла уберем сейчас. Мне кажется, горизонт тут завалился, пока я там бегал. Нет, это обманчивый горизонт как раз очень хороший. Так, итак. Я хочу вытянутую картинку такую на стенку. Да, вот так. Вот так. Здесь тоже чуть-чуть. Все. Вот такая вот. Так. Вот мы видим под этой картинкой у нас замечательная сигара с дымом, да? И мы сейчас ее и с помощью инструмента градиент и черной красочки вот так ее сюда потянем. Тянем, потянем. Вытащить сможем. Вот так. Готово. Можем еще посмотреть. Немножечко яркости вот такой темноватости добавим. Вот так, чтобы она с общим фоном сошлась. А здесь пройдемся уже более точно. Вот тут. Выделим сигару, выделим дым еще раз. Хорошо. Теперь тон совпал, все прекрасно. Следующее. В основном, возня будет сейчас, скорее всего, вот здесь. Так. Тоже сейчас возьмем черную красочку. И здесь это делать высветляем сейчас сначала. Вот так. Чтобы у нас грани все появились. Тут грани появилась, тут появилась. Не страшно, что она сейчас выглядит не очень хорошо из-за этого. Это все дело поправимое. Тут мне показалось, полоса какая-то. Правильно показалось. Уменьшаем непрозрачность. И так вот сравниваем здесь эту полосу. Но мы не знаем, что была полоса. Хорошо. Идем теперь сюда. Здесь поступаем, в общем-то, просто. Сейчас Ctrl-Shift-Alt-E сводим все на один слой уже. Я, в принципе, доволен этим. И делаем так. Так. Вот здесь. Выделяем это все. И вот так. Мне неохота с каждым пятнышком тут возиться. Я поэтому сделаю вот так. Так. И здесь то же самое. Так. Соединяем. Готово. А я теперь просто вот эту возьмем. За образец. Вот этот цвет. И на новом слое. Теперь мы сделаем. На первом стане мы сделаем. Определить выделенную область. И сделаем так. Рассушевочку 3. 3 пикселя. Вот так. Кисть просто-напросто. И закрашиваем. На новом слое. Прозрачность полностью. Вот так. Так. А вот теперь. Мы можем уже здесь поставить маску белую. Взять черную писть. И только там сделать нам это необходимо. Вот здесь. Так. Здесь. Потом. Чуть-чуть непрозрачность мы уберем. И здесь сделаем более-менее. Вот так. Хорошо. И здесь тоже. Дадим эти блики. Чтоб они не пропали даром. Они хорошие. Причем мы бы их не воспользоваться ими. Так. Все хорошо. Единственное что. Контур. Вот в этом месте я не докрасил. Докрасил. Готово. Смотрим по стакану еще. Что нам надо. Давайте продлим вот этот. Я беру сейчас маленький кусочек. Делаем растушевку. 2. Так. Выделяем. Ctrl-T. И тянем его вниз. Вот так. Видите? У нас получилось абсолютно правильно. Тут. Брань. Следующее. Тут нам придется немножко по-новой нарисовать инструмент. Возьмем вот так. Сделаем. И вот здесь сделаем такую полосу. Теперь возьмем уровни и добавим уровни. Вот так. Хорошо. Есть. Тут можно кое-что убрать лишнее. Вот если вот так появилось. Вот такая ерунда. Я ее сейчас. Опа. Не там мы стоим. Полностью вот так. Все. Сакан у нас чистый. Хороший. Посмотрим теперь, что мы можем сделать со льдом. Вот так. Маску превращаем в черно-белую. В черную. Вот так. И проходим аккуратненько белая краска. Только там, где нам нужно. Вот так подсвечиваем вот здесь. Особенно здесь, где ушло немножечко. Вот так. Все можно оставить, кроме вот этой. Тут мы поступим. Ctrl-E соединяем. Поступим так, что мы возьмем вот этот инструмент. Восстанавливающая кисть. И прямо вот отсюда мы его так раз двинем. И все. И здесь, если нужно. Хорошо. Дальше ничего не нужно делать. Готовненько. Так. Что еще? Что еще? Еще я хочу опустить пламя. Пламя я хочу опустить. Вы знаете, я так подумал, что думаю, если я сделаю, значит, подальше, то будет эффект как бы там вдалеке. Но не получилось. Поэтому я вот сейчас возьму и сделаю. Ctrl-Alt. Появляется двойная стрелка и начинаю опускать. Вот так, мне кажется, это интереснее. Ну, что еще? Что еще? Так. Вы видите, это не та доска, да? Тут можно, конечно, с ней поиграться, взять отсюда и вставлять. Но это, если хотите, уже сами. Так. Теперь нам нужно будет выровнять. Немножечко возьмем всю картинку, двинем вот сюда. Так. Вот сюда мы и двинем. А этот слой здесь выделяем. Вот так. Вот так выделяем. Ctrl-T и сдвигаем. Ctrl-C, Ctrl-V, T и двигаем. Теперь смотрим, нужно ли нам, соединяем все, нужно ли нам немножечко высветлить. Да, чуть-чуть. Вот так, чтобы уж совсем-то все на нее уходило. Вот так. Так. По Ctrl-E, по дыму мы можем еще пройтись инструмента светитель. Вот так. Да. И чтобы он не был желтым, возьмем инструмент губка. И вот здесь, в этом месте, его сделаем белым. А там уже пускают цветы. Ну, вот и все. Осталось единственное, что может быть сделать, убрать здесь шум, если он есть. Для этого я использую фильтр. Денойз. Так. Где тут у нас? Ну, есть у нас, конечно. Поэтому вот здесь. Вот мы ее убрали. Но чтобы у нас с этим не исчезла резкость, детали добавим. Блюр отрезуцируем. То есть уменьшим. И поставим собственный шум. Ок. Ждем. Чуть-чуть ждем. Так. 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 отлично шумы убрали аккуратно все еще вот для красоты просто можно попробовать сделать так что мы сейчас сделаем отдельный слой так возьмем кисточку уменьшим ее совсем маленькую сделаем и прям от огня начнем здесь ставить такие точки то есть хочется позаморачиваться чуть-чуть далее светло загореться чуть-чуть ну вот и все дорогие друзья такую картинку так чуть-чуть тут вот это место мы сейчас возьмем просто белый инструмент освещения подсветка сто процентов и вот здесь просто пройдем а так все ну вот дорогие друзья на этом мы с вами заканчиваем я считаю что картинка нам удалось и пожелаю вам успехов а секунду вот это место я тут заклеил чтобы сильно не было света дело в том что слишком выбивался этот цвет и мне пришлось подклеить там черненькую защиту просто кусочек бумаги готовенько готовенько так и теперь изображение фильтра мы можем усилить резкость желательно умно и сказать окей и как и я в самом начале откинуться с кресла сделать глоток хорошего коньяка отдыхать мы это заслужили пока эссерия и и и и и